Мои дорогие, вопрос, на который я буду отвечать сегодня, он касается самых глубин моей духовной жизни. Ибо меня, как христианина, воспитала семья моего дедушки, Николая Евграфовича Пестова, известного богослового писателя и доктора химических наук, как всему же. И моей дорогой, любимой бабушке Зою Вениаминовне Пестовой, девичьей Бездетновой. Я помню себя совсем еще мальчишкой, который ночью вдруг просыпался от того, что рядом кто-то плакал. И я видел своего деда, который стоял на коленях, перед иконами, на ковре. И он плакал, клал поклоны, и в дверь стучала бабушка и говорила, «Николаев Графович», они общались по отчеству друг другу, хотя были 50 лет в браке, «Ты уже утомил Бога своими молитвами, Бог тебе все простил, ложись спать, сколько можно уже молиться». Однако дедушка плакал и говорил, «Зоечка, прости меня, я еще помолюсь». Бабушка переживала за него, любила его, хотела, чтобы он уснул. Утром ему надо вставать было и ехать на лекции. Почти 15 лет прожил с ним в одной комнате. По утрам он поднимал меня на службу, часто было, это было в 6 утра, каждое воскресенье, поезжали на автобусе до полчаса Дзержинского, на авторейбусе, а там уже до любимого храма, метро, храма Илья Обыденного, который он очень любил, это был его приходской храм. Он его посещал еженедельно, и каждое воскресенье там причащался, что было тоже довольно странно для того времени. После этого дедушка ненавязчиво шел с нами по разным квартирам, тайным квартирам, где печатались его труды самосдата. Это были примерно 10-12 квартир, которые он посещал после ранней литургии. Там он стучался в дверь, звонил, ему открывали, шепотом говорили, кто пришел, провожали его к тем или иным людям, они назывались «машинистки». Спасибо большое. Вот про диалог немножко. Давай. Церкви и общество 60-е, 80-е, 70-е, 80-е годы, конец советского времени. Насколько ваши дедушка и бабушка и вообще круг ваших дедушек и бабушек чувствовали и понимали важность диалога церкви и общества, церкви и культуры? Все происходило на уровне личного общения, скажем так, в конкретной ситуации. Лично не в храме, не где-то в доме культуры или на сцене, а именно в семейном кругу. И вот дедушкина квартира, где в свое время служили с литургией в 30-е годы, тайна, она стала центром духовной жизни многих-многих людей в 60-е, 70-е годы, куда люди приходили. О диалоге общества и духовной церкви в то время очень можно было трудно говорить, потому что это были годы напряженной борьбы антицерковной со стороны государства. Это понимали все. Понимали все и дедушка, и бабушка, и понимали окружающие их люди, церковные люди, которые были с ними знакомы. Это и близкие люди к патриарху Алексею Первому, это и люди, близкие к будущему патриарху Пимену, это и люди их бывшего студенческого кружка, которые чудом остались тоже живы, но остались до этого времени. Поэтому первое правило было такое – никому ничто не навредить, чтобы никто не пострадал, уже настрадались. Как общались? Общались, приходили, если говорить прямо, и политические деятели, и военные деятели. Генерал-майор, такой, как Стантиночка, очень комаров, по-моему, фамилия его, не забыл, сейчас, Дмитрий Евгеньевич Мелихов, известный такой психиатр. – Церковный человек все-таки? – Все люди были церковные, все были верующие. – Не церковные? – Не церковные нет. Вот не церковные приходили за советом. Приходили, просто придут, поговорят, но и исчезают. Получили, может быть, это были какие-то провокационные разговоры, может быть, так… Нет, скорее всего, это были деловые. Люди по делу приходили. Так, учитывая его опыт духовной жизни, его политические, бывшие и так далее, советовали с ними и уходили. Было достаточно вполне. Поэтому вот на этом и заканчивали все эти наши, так сказать, все эти экскурсы в общественную жизнь. Но хотя приходили и поэты, и музыканты, очень многие приходили из консерватории, приходили и начинали дедушки играть «Страсте по Матфею» на фортепиано, дедушка и бабушка плакали. – А к диалогу, как бабушка участвовала? – Бабушка, она, во-первых, была миссионером, с великого, большой буквы слова. Никогда никого не пропускала без вопроса. А знаете, что это такое крест? А почему сегодня вот такой праздник? Почему такая икона? Вы знаете, откуда икона пришла? Откуда? Вот она и скончалась, кстати говоря, как миссионера. Пришла она праздник Казанской Божьей Матери в собор Илуховский, и увидела двух студентов, девочек, которые стоят и смотрят такими пустыми глазами, что происходит. Она сказала, девочки, вы знаете, что такое Казанское? Что такое икона Божьей Матери? Какая история с Казанской связана? Вот мы сидим у нее. И стала их говорить. У меня, говорит, лекция была часа на два. Я рассказал ей про икону Казанской, и про ее обретение, и про историю России, про смутное время. Чувствую, что я, говорит, очень устала, я взмокла, вся потная. Пришла домой, заболела Господем Легких, и через три дня умерла. Вот так вот, видите? На служение. На служение, да, да, да. Поэтому вот надо было, один из самых главных принципов миссионерской деятельности, не быть никогда равнодушными. Все время быть готовым ответить на любой вопрос. и иметь открытые глаза и сердце для тех, кто стоит рядом с тобой. Субтитры сделал DimaTorzok